Начнем с главного события. Сегодня в Сургуте стартует этап мировой лиги по волейболу 2013. Сегодня и завтра в рамках интерконтинентального раунда пройдут две встречи мужской сборной России со сборной Италии. Кстати, один из матчей обещала посетить губернатор округа Наталья Комарова. А накануне главные тренеры двух команд и организаторы турнира созвали пресс-конференцию. Назначенная на 18 часов вечера пресс-конференция началась только в половину седьмого. Первое слово дали главному тренеру сборной России, который торопился к своей команде и, судя по выражению лица, был несколько взволнован, выглядел уставшим. Вопросов к Андрею Воронкову было немного, да и сам он, как выяснилось, немногословен. Команда, говорит, приехала побеждать, хоть и соперники на самом деле очень серьезные. Сколько мы не смотрели, не анализировали игры, команда играет с желанием. Есть у них определенный свой стиль игры. Наша задача этот стиль игры, скажем так, поломать и их сильные стороны, скажем так, разрушить. Итальянский тренер, в свою очередь, похвастал молодым составом игроков национальной сборной Италии. Напомнил шутку о своем русскоговорящем игроке-шпионе Иване Зайцеве, у которого русские корни, и заявил о решительном желании бросить вызов олимпийским чемпионам. Мы моложе, мы сильнее наши сильные стороны подачи и нападения, и мы работаем над нашими сильными сторонами. После чего представитель городской администрации сообщил об аншлаге на предстоящих играх, на которые только в первый день придут почти 6 тысяч зрителей. И пообещал, что еще один подобный спортзал международного уровня в Сургуте, скорее всего, будет строиться. Правда, без каких-либо конкретных дат. Я думаю, что мы дождемся, когда мы будем проводить матч уже не в энергетике, а энергетик будет в тренировочной базе для волейбола и баскетбола, а все матчи будут в лучших залах проходить. Ну что имеем сегодня? Сегодня энергетик один из лучших залов в Ханты-Массийском округе. А организаторы турнира поделились с некоторыми деталями в изменении правил на предварительном уровне. Только 12 человек заявки на игру. Раньше было 14. За час до игры тренер мог оставить 12. В этом году только 12 игровых на этот этап. На финале осталось 14. Но на финал нужно еще попасть. Поэтому здесь эти игры, в принципе, это игры за первое место по группе «Д». Кто выигрывает, тот, соответственно, имеет определенный отрыв и второе место. Потому что Россия и Италия пока идут без поражения. В любом случае, схватка между одними из лучших волейболистов мира в сургутском энергетике в эти дни обещает быть жаркой.